Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Еще лет 20 назад сложно было представить такие культуры, как дыня и арбузы на наших огородах. Однако селекционеры работают, создают новые сорта и гибриды, которые подходят для нашего климата. Многие их высаживают и выращивают с успехом, а кто-то пробует выращивать, но не получается. И сегодня я расскажу, как правильно ухаживать за арбузом и дыней, чтобы быть с урожаем. Для посадки арбуза и дыни нужно выбирать солнечные, хорошо защищенные от холода и от ветра места. Нужно подготавливать легкую плодородную почву. Я выращиваю дыни и арбузы в открытом грунте, лишь укрывая их белым спонбондом. Ставлю весной вот такие дужки и высаживаю рассаду, которую высеваю обычно в конце апреля. Данные культуры очень требовательны к влаге и к питанию. Под перекопку нужно вносить перепревший навоз, либо компост, примерно 10-литровое ведро на квадратный метр. А в засуху обязательно обеспечить полив, иначе плоды будут желтеть и осыпаться. В холодные ночи спонбонд все-таки лучше набрасывать на дужки и укрывать растения. Ведь они при перепадах температуры могут приостановиться в своем развитии и сбрасывать плоды. Поэтому, если ночь холодная, не поленитесь и накиньте белый спонбонд на грядку. Чтобы получить хороший урожай арбузов и дыни, нужно не только проводить поливы, подкормки и обеспечить их питанием, но также нужно проводить и зеленые операции. Своевременно удалять пасынки и прищипывать побеги. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Начнем с арбуза. Первая операция, которую мы будем делать, это пасынкование. Арбуз в нашем климате обычно формируют в одну-две плети. Остальные плети и боковые побеги пасынки нужно удалять. Если оставить все плети и не пасынковать арбузы, то будет образовываться много завязи, и плоды попросту не успеют вызреть до осени, и арбузам попросту может не хватить питания, чтобы вытянуть такой большой урожай. Нужно сказать, что боковые плети пасынки не нужно удалять полностью сразу же. Вначале удаляем их так, чтобы на пасынке осталось 2-3 листочка. Эти листья будут питать основное растение и не забирать с него силы. Когда образуются плоды, тогда пасынки мы удалим полностью. На каждой плети мы оставляем по 2-3 плода. Остальные плоды мы удаляем, а также прищипываем верхушку, оставляя над последним плодом 3-4 листочка. Тогда плоды будут набирать сахаристость, будут хорошо расти, будут обеспечены питанием и светом. Нужно отметить еще, что пасынкование нужно проводить в сухую и солнечную погоду. Если проводить такие зеленые операции в пасмурную дождливую погоду, в открытые раны, где мы прищипывали верхушки, либо пасынковали, могут попасть инфекции, начнется загнивание, и арбузы начнут болеть. Растения могут попросту погибнуть. Поэтому для пасынкования выбирайте правильную погоду. Не следует забывать также про подкормку арбузов. Когда появилась на арбузах зависть, в первую очередь они нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Можно подкормить минеральными удобрениями, а можно использовать обычную золу. Использовать золу в сухом виде, подсыпать под кустики, либо готовить зольный раствор. Тогда все элементы питания, микроэлементы, поступят к растению, и оно будет хорошо развиваться, давать полноценный урожай. Теперь поговорим о дыне. В отличие от арбуза, у дыни прищипывают главный стебель. Когда на дыне сформируется 3-4 настоящих листочка, стебель прищипывают. Из пазух листьев появляются боковые побеги. Именно на них и образуется урожай. Количество побегов также нужно регулировать, оставляя 2-3 сильных побега. Остальные мы будем удалять. Опять же, на этих боковых плетях, которые развились из нашей дыни, будем оставлять на каждой плети по 2-3 плода, чтобы растению хватило сил и питания для созревания урожая. Однако, кроме сортовых дынь, есть еще и гибриды F1. Их формируют по-иному. Основной стебель не прищипывают, а прищипывают лишь верхушки боковых побегов, когда на них образуется по 3-4 настоящих листа. Когда на этих боковых ответвлениях появится завязь, примерно 3-4 штуки дынек, тогда прищипывают боковой стебель, как и у арбуза, оставляя над последним плодом несколько листочков. Из боковых плетей 2-го порядка могут пойти пасынки плети 3-го порядка. Их обязательно нужно удалять. Они лишь отнимают силы и питание основного растения. Кроме пасынкования, нужно провести и подкормку. Подкормка такая же, как и у арбуза. В этот период, когда образуются плоды, дыне нужен калий и фосфор в первую очередь для нормального и хорошего развития. Так как климат у нас достаточно сырой, влажный, часто идут дожди, то если вы выращиваете дыни и арбузы в открытом грунте, то под плоды в обязательном порядке подложите какие-либо дощечки, либо, может, заселите солому, чтобы плоды не загнивали от почвы. А еще хочу обратить внимание, что в нашем интернет-магазине, значит, новый сезон, очень много новинок и эксклюзивных сортов, поэтому поспешите к нам за покупками. Обязательно проведите работы на бахче, чтобы быть с урожаем вкусных и ароматных дынь и арбузов. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!